Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада видеть вас сегодня в этом уютном зале русской библиотеки. Прежде всего, я хочу представить участников этого вечера Алексей Спиранский-Маршак, историк, сотрудник Музея библейских стран в Иерусалиме, внук знаменитого поэта Самуила Яковлевича Машака, Вероника Телевицкая, опера «Садна», Александр Айзенберг, поэта, автор сборника, на слова которых написан цикл моих песен. Ученики музыкальной студии. Юлия Ашазуменна, музыковед, музыкальный критик, продюсер Бейт Конфедерации. АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый вечер всем! И сегодня мне выпала такая удача представить здесь Римму Юндельсон. Я ее знаю очень много лет, это моя подруга. Это один из самых светлых, один из самых добрых людей, которых я знала в жизни. Почему я с этого начинаю? Да потому что все это мы услышим сегодня в ее музыке. Потому что, в общем-то, личность человека, она, конечно же, влияет на его творчество. Сама Римма, она считает себя детским композитором, и она очень много лет сочиняет для своих маленьких учеников. Это и фортепиано, и пьесы, это пьесы для голоса, песни. Но ее музыку можно определить как музыкальную миниатюру. Она скорее писатель-муниатюрист. Каждое произведение — это характер, это сгусток какой-то энергии, это портрет. Она мастер, может быть, музыкального портрета. И написаны достаточно большое количество фортепиано, произведений и сборники для детей. Песни на стихи Самуила Маршака и на стихи Айзенберга, что она вам уже представляла. И, в общем, она пишет в разных стилях. Это и кантри, и джаз, и классический стиль, и модерн. И я надеюсь, что вы сегодня получите настоящее эстетическое удовольствие. Ну а если вернуться к цитулам, она Римма Юнгельсович, не от союза композиторов Израиля. Она зарегистрирована в Организации авторских прав Израиля Агун. Цель Риммы — это хорошая музыка, которая выходит из-под универа. Я желаю вам доброго вечера, приятного вечера. Я хотела бы начать наш вечер с выступления самых маленьких наших участников. В исполнении учеников музыкальной студии прозвучат песни на слова Самуила Маршака. Это песня «Зерла». Полосатые лошадки, Африканские лошадки, Хорошо играть по пятке, На руку сметит травы. Глазинованные лошадки, Словношкольные тетрадки, Глазинованные лошадки, На травы, на головы. Верблюды. АПЛОДИСМЕНТЫ Верблюды. Верблюды. Маленький верблюд есть ребенку, не дают. Он сегодня съел с утра, там, как от таких педал. Слон. Дальний туфельки саду, взял он туфельку одну. И садзанут мы пошире, имя все четыре. Чудеса в решете выступают Наталья и Меген Стаценко, которые участвуют в нашей программе «С мамой в четыре руки». Играет кот на скрипке, На юге пляжут рыбки. Калова заплалась на небеса. Смежали чашки плюца, А в большайне смеются, Подговорят такие чудеса. Смежали чашки плюца, А в большайне смеются, Подговорят такие чудеса. Смежали чашки плюца, А в большайне смеются, Подговорят кошки, А компонируют баб Михайлов. Техен не факт,FOа. А в большайне смеются, Божь нас спрашивала, божь, если дяди ухвата, что за стопли говоришь, где с тобой, пай, май, гравишь? Божь нас спрашивала, божь, если дяди ухвата, то спрашивала, божь, если дяди ухвата, мы с тобой богатятам. И на хвостыке в кулу погулять зовете стук, а сестра сидит в мешке у мамаши на дружке. А сестра сидит в мешке у мамаши на дружке. Обезьяна аккомпанирует улитские джимы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И серия аккомпанирует улитские джимы. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Не хочется сказать несколько слов Именно о Маршаке, как о детском поэте. Обязательно. Стихи для детей занимают одно из важнейших мест в поэтическом творчестве Маршака. Поворот его к творчеству для маленьких читателей сыграл первостепенную роль во всей его творческой биографии. Этот поворот, произошедший в начале 20-х годов прошедшего века, выявил его огромный потенциал художника и профессиональное знание, необходимое для создания принципиально новой литературы для детей, в области литературного творчества, в которой раньше не существовало в русской литературе. Этот поворот произошел далеко не случайно. Можно с полным правом утверждать, что свой творческий путь, приведший Самуила Маршака к созданию новой, никогда ранее не существовавшей детской литературы, поэт начал еще в молодые годы, когда, будучи студентом-филологом Лондонского университета, он много путешествовал по Англии. И во время одного из этих путешествий познакомился в Уэльсе со школой здоровой жизни Филиппа Оиллера, педагоги-гуманиста, созданной им для больных и ослабленных детей в целях восстановления их здоровья и приобщения к культуре и искусству. Молодой Маршак увлекся передовыми идеями Оиллера и некоторое время проработал под его руководством в школе. Его интерес к работе с детьми и особенно к вопросам их художественного, эстетического воспитания выросл и укрепился после возвращения в Россию, особенно в те годы Первой мировой войны и последовавшей за ней Гражданской войны, когда он работал в различных детских учреждениях, созданных для помощи детям, эвакуированных из перефронтовых областей вглубь России, помощи детям-сиротам, оставшимся без семьи, и настойчиво искал пути к восстановлению разрушенной жизни этих детей, стремясь вывести их из того духовного и нравственного кризиса, который стал следствием трагических событий и потрясений военной и революционной поры. Важнейшим этапом в начале этого пути, который привел Маршака в детскую литературу, явилась его работа по созданию театра для детей в Краснодаре, работа, давшая ему возможность создать и испытать на практике те принципы и методы творчества для детей, которые уже в последующие годы принесли такие прекрасные результаты, созданной Маршаком Ленинградской редакцией «Дет Гиза» издательства детской литературы. Маршака захватила необъятная перспектива создания новой литературы для маленького читателя, в стране, только что начинавшей восстанавливать разрушенные многолетней войной хозяйство и культуру, открывшей для миллионов трудящихся доступ к образованию и культуре, которого они были лишены в царской России. Ему удалось объединить и сплотить вокруг себя группу талантливой и одновленной литературной молодежи, из которой вышли такие впоследствии яркие и талантливые писатели, как Борис Житков, Леонид Пантелеев, Виталий Бианки, Евгений Шварц, Лидия Чуковская, Тамара Габбе, Даниил Хармс и многие-многие гундии. С полным правом можно сказать, что ленинградская редакция «Детище Маршака», активно действовавшая в период с 1924 по 1937 годы, сыграла решающую роль в становлении советской детской литературы. Но уделяя так много сил и труда по воспитанию своих учеников, молодого поколения детских писателей, Семуин Яковлевич Маршак создал в 20-е и 30-е годы новые произведения, детские стихи, пьесы для детских театров, которые обрели широчайшую популярность не только среди детей, но и их родителей, стали классическими произведениями, вошедшими в память поколений и навсегда оставшимися в ней. Такие замечательные стихотворения, как сказка о глупом мышонке, почта, пожар, мистер-квистер, вот какой рассеянный, детки в клетке, кошкин дом, пьесы, 12 месяцев, горе боятся, счастья не видать, умные вещи, переводы из английской поэзии для детей и многие-многие другие произведения, созданные Маршаком, стали золотым фондом детской литературы на русском языке и были переведены на многие языки других народов Советской России. Многие европейские языки, такие языки, как китайский, японский, корейский, хинди, вошли в литературу самых разных народов Земли. Не обошли вниманием творчество Самуила Яковлевича Маршака и в Израиле. Многие его наиболее популярные детские стихи были переведены на еврей и опубликованы в нашей стране. Хочется сказать и об особенности того художественного метода, который обеспечил детским стихам Маршака такую необыкновенную популярность уже у нескольких поколений читателей. Это его удивительная способность говорить с маленьким читателем серьезно, но одновременно с мягкой, сердечной улыбкой, с добротой взрослого друга, хорошо понимающего духовный мир ребенка, умеющего найти в разговоре с ним ту нужную интонацию и те слова, которые создают у детей доверие, вызывают живой интерес и заставляют их внимательно прислушиваться к собеседнику поэта. Этим искусством, задержательным разговором с детьми читателями, Маршака владел не случайно. Основой для этого стало его собственное детство. Счастливое и гармоничное детство в семье, где взаимное понимание, доверие и любовь между старшими и младшими были основой всех отношений родителей, Якова Мироновича Маршака, его жены Евгения Борисовна Маршак и Тельсон, и их шестерых детей. Глубокая подлинная интеллигентность родителей и их стремление передать свое знание русской и зарубежной, классической литературы, поэзии, детям, поощрение их пробуждающихся талантов в сочинительстве, любительском театре, формирование читательского вкуса у маленького Сауила, пятерых его братьев и сестер, все эти семейные традиции сыграли очень важную роль в становлении литературного таланта юного Маршака и навсегда определили особое значение его сохранившихся в душе впечатлений детства для будущего литературного творчества и особенно для его замечательного вклада в создание функционально новой детской литературы, основанной на глубоком уважении к детям, понимании особенностей их внутреннего мира, развитии творческого потенциала личности ребенка, принципах гуманизма и демократизма, свободы и братства людей. Вот вкратце все то, что мне хотелось бы сказать моим слушателям сегодня, когда новые поколения наших детей и внуков, будущих граждан нашей страны, знакомятся с замечательными стиками для детей, написанными Самуилом Яковлевичем Баршаком, творчество которого стало широко известным и популярным во многих странах современного мира, принося детям и взрослым радость и очарование, восторг и удивление, которое открывается перед тем, кто вошел в мир истинный, настоящий, классический поэтик. Спасибо за внимание. А сейчас в исполнении учеников музыкальной студии вы услышите еще две песни на слова другого поэта, присутствующего в этом зале, Александра Айзенберда. И все время эмоции аккомпанируют Шимон Улицки. Субтитры создавал DimaTorzok «Субтитры создавал DimaTorzok» 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 поэтов в наш прагматичный век можно встретить столько стихотворений о душе, о гармонии, о связи человека со всей Вселенной. О поэте Александре Айзенберге можно говорить много, но я как композитор особенно хочу сказать о том, что Александр Айзенберг пишет очень музыкальные стихи, у него очень музыкальные фразы. Они сами так и бросятся на музыку. Сейчас мы хотим исполнить три отрывка из музыкальной поэтической композиции «Танцы Медуз», «Планета Петров Голубых», «Грустная сказка». Нас поэтические узы, как синеварчей любят, связали танцами Медузы, словами только для тебя. Многоизменчиво качаясь в эфирных голубых волнах, и как Медуза изменяясь, свела душа в твоих чертах. На глубине судеб сплетений и в музыке подводных струн, «В лучах души и вдохновений я был прекрасен свежий юг». «Нас поэтические узы, как синеварчей любят, связали танцами Медузы, Слова не только для тебя». АПЛОДИСМЕНТЫ Планета ветров голубых, я легкость впитаю твою. АПЛОДИСМЕНТЫ Любимая, каждый мой стих в ладонях огня отдаю. АПЛОДИСМЕНТЫ Ты око небес отворил, я руки к тебе протяну, АПЛОДИСМЕНТЫ Душой на них посмотри, Увидишь в мировой глубину. Возможно, смешны мои сны, Что жаждут любви роковой, Но каждая жизнь ждет весны, А стих каждый встречит с тобой. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Как проникнет сердце страстный Звездный пламенный порыв В этот кровь седой ужасный Кровь горячую пролит Но холодный чар природы Быстро отечно колдовство На губах твоих свобод Слов весенних веществов Я во сне тебя целую В сердце милой тает лед Я царем расколдую Даже если жизнь пройдет Чтобы писать стихи и музыку Нужно вдохновение Меня очень вдохновляют мои ученики Очень часто я пишу музыку Именно им и именно для них Сейчас вместе с Настей Антоновой И Шимоном Кулицким Мы сыграем две миниатюры Четыре руки Юность и важный разговор Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Я хочу ДимаTorzok 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 Лик твой светлый, сошедший с иконы, Твои волосы сказочный сад, Губы тонкие, как у Джаконды, Видит душу космический взгляд. Я хотел бы в экстазе небесном Твои руки взахлёб целовать, Я хотел бы в порыве чудесном К сердцу сердце святое прижать. Жил на свете я, счастья не зная, И не ждал я взаимной любви. Ты зачем, о богиня святая, Забираешь страдания мои? Я умусь во все стихи Твои, Впитаю боль и счастье Твоих песен, И обрету свет истинной любви. В Твоих очах он будет так чудесно. Спасибо. А сейчас подвольте представить вам Веронику Грейс, Оперную певицу Меццо Сопрано, Лауреата международных конкурсов, Солистку Государственного академического Большого театра оперы и балета имени Алишера Новои в Ташкенте, Солистка Талявивской оперы «Со дна», Преподаватель вокала, Музыкальный исследователь в Институте Магнифика, Коуч. Слова, которые Вероника исполнит для нас, Родились тоже в поэтической переписке с разными моими музыками. А музыка, как плод вдохновения композитора Риммы Юндельсон. Сейчас прозвучат романсы на музыку Риммы Юндельсон в исполнении Вероники Грейс. Зимний вальс. Зимний вальс. Зимний вальс. Зимний вальс. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok «Романс может» Добавил DimaTorzok 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 Источник вдохновения. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ В этом секретном зале в 7 часов состоится концерт нашей музыкальной студии, причем не только младшей группы, но и старшей группой. Про нами детские пьесы, дарс, модерн, классические произведения, драматические произведения. Очень надеюсь, что вы придете нас послушать, и мы снова встретимся. Спасибо большое за внимание.